Всем привет! С вами Слава Игрушкин и сегодня я хочу вас ознакомить с этой Венерой. Еще вчера я даже не думал, что она у меня появится, а потом я узнал о скидке в одном магазине и побежал за ней. Что странно, смотрел я на нее очень давно, каждый раз где-то в детском мире, когда она была еще где-то. Я постоянно обращал на нее внимание, но почему-то не покупал. А именно сейчас, видимо, настало время и вы видите этот обзор, собственно. Не думаю, что он будет длинным, так что давайте уж начнем с коробки. Здесь такая интересная Goal Spirit на разных языках замечание, что собрание представителей учащихся в школах монстров, когда в 12.00, где спортзал, почему, прояви свой боевой дух. Такая интересная записка о месте, времени и причине сбора. Как будто бы это листок на школьной доске объявлений, а тут как будто бы с YouTube такое супер их представление. Люди любят нынче упоминать о том, что молодежь такая продвинутая, что у них там на YouTube. Типа в школе можно что-то сделать такое, что достойно YouTube. И сейчас мы ее вытащим. Арты на коробке разные, спереди и сзади. Лицо одинаковое, голова одна и та же, прическа просто в другое положение тела. И что интересно, сразу кидается в глаза, то что на арте у нее розовые тени на веке и выше фиолетовые. А у куклы идет совсем по-другому, у нее фиолетовые тени, а дальше идут серые. Такая нестыковочка. И челка здесь как-то прошита целиком зеленым, здесь всего лишь идут пряди на челке и где-то на затылке немного. В остальном, если вот здесь вот вы видите длина юбки, окантовка розовая, здесь это соблюдается, то вот на этом марте вы можете заметить, что юбка очень короткая, без какой-либо окантовки, как будто бы, я не знаю, она порвалась или художник не рассчитывал, что арт будет показан ниже вот этой вот линии. Не знаю, может быть действительно арт должен по-другому был находиться, но выглядит вот эта вот часть странно. Venus McFlyter. У меня еще не было Венеры, и в других сериях мне Венера не нравится. Мне не нравится базовая Венера, модная, мусс-фестиваль. Мне нравится кофейная Венера, как все кофейные куклы, тут мне собака мешает, она имеет очень такой нежный макияж, очень женственный, и у нее кудрявые волосы, это очень интересно. Но я видел ее только один раз, одну куклу в магазине, и она была некрасивой, она была кривой, поэтому пока что обойдемся без нее. Но вот эту Венеру я хотел всегда. У нее шикарная промка. Сейчас попробуем вместе с картоном удалить крепление. Раз. Два. О, это оказывается не так сложно. Вот она и на свободе. Впервые держу вообще в руках Венеру. Мне всегда было интересно, эта кукла, она очень необычная. Понятное дело, что все монстры особенные и необычные, но другие куклы не настолько неформальные, чтобы носить половину выбритой головы. Здесь флок. На самом деле, я сейчас боюсь за то, что мне придется все равно волосы-то выпрямлять. Они были прикреплены, выглядят они вот так, они немножко залачены даже, кстати, чтобы быть прямыми вот здесь. Их надо выпрямлять. И флок, на самом деле, может смыться просто от воды. Я не понимаю, почему так делает производитель. Челка тоже залачена, но так слегка. Мне нравится, что у нее есть челка в этом выпуске. У нее минималистичный, конечно, для бюджетки наряд, но он тоже классный. Это майка, такая крутая, знаете, повседневная одежда. Вот мини-юбки такие я не люблю, конечно, но ей идет. У нее классическое расхождение, тонна вот этой части ноги и этой. У нее у многих вот так вот болталась слабенькая рука в коробке. Это было видно, это у всех. Вот как-то так. Ну, я не знаю, я не буду на это внимание обращать. Я выбирал, было много, понятное дело, кривых кукол. Это тоже у нее один глаз ниже, но вот у нее среди всех какое-то особенное было выражение лица, глаза как-то больше и не так широко посажены. Я выбрал ее. У нее уже влетает куда-то сережка, у нее разные сережки. Не знаю, я бы не оставил их, наверное. Мне нравится форма ее ушей, мне нравится ее молд. Мне не всегда нравится ее макияж. Интересно то, что в отличие от арта и, наверное, мультфильма, у нее не обводят зрачок. Вот эту цветную часть голубую. Она не обведена черным, поэтому создается очень такое, немного странное ощущение. Ну, видно, что девочка такая прям реально неформальная. Вот этот розовый, именно здесь он не гламурный, а именно такой очень яркий, очень вызывающий, именно вызов обществу. Вот этот вот, опять же, флог. Поэтому такая дама очень интересна. Она не модная, не нежная какая-то. Она именно такая своенравная, как сказать. Как это называется? Какие здесь еще есть синонимы? Е-мое, надо было погуглить, какие синонимы есть. Но неважно. И обувь. У нее офигенная обувь. Именно для ее, не знаю, цветовой гаммы и характера. Это вот такие кожаные ботинки, перепоясанные ремнями, с открытыми носками, с узором лиственным на подошве. То есть, именно образ цельный. Вот эти вот лианы, я не знаю, многие, думаю, их не сохраняют. Они такие резиновые. И не всегда мне были понятны листья на ее руках. Да ладно. С лианами или без. Она крутая, классная. Я рад, что она наконец-то у меня появилась. У нее мягкие волосы, голова без клея. Вы можете это понять по тому, как она мгнется. Если вы просто сминаете голову, она как резинка мнется. Значит, там нет никакого геля, никакого клея. У нее хорошие волосы. Мягкие при этом. Они не такие, не грубые. Бывают пожестче. Ну, это на мой взгляд. Потому что я не так много кукол видел. Ну, вот эти вот необработанные края, треугольниками резанные, это, конечно, не очень. Оно в итоге потом задирается. Юбка у нее без всяких липучек. Она и так снимется. Майка на липучке. Черная майка, черная юбка. Очень, знаете, майка такая похожа на какую-нибудь такую майку фаната рок-группы какой-нибудь. Там, не знаю, сразу видится здесь какая-нибудь Ария, или там еще Металлика. Ей и в образ идет. И вообще по стилю майка такая забавная. А, у нее же еще есть вот эта штука. Рупор. Рупор очень ей идет, опять же, по характеру. Что-то ей, мне кажется, хочется постоянно заявлять. О чем-то кричать. Всем говорить. А, возможно, знаете, я ее представляю в клипе, где она поет именно не в микрофон, а в рупор. Как на какой-то акции, на агитации. Мне кажется, вот у нее такой характер, что призывать кого-то к чему-то. Но обычно она призывает, вы знаете, именно к тому, чтобы сохранять природу. Очень ярко и немолчащая девочка такая. У нее очень длинные пальцы, кстати. Прям такие длинные. Ощущается, что они длиннее, чем обычные. И, думаю, в команде поддержки, в которой она якобы в этой серии, она очень хорошо справляется. В серии она там цветки свои рассаживала. Было странно. Они прыгали на них. Ой, вот скажите, это значок Венеры? Сердце и обвитое лианой колючей? Интересно. А, не, не, вот значок Венера Мухоловка. Хотя сердце прикольней. Мханамбэван. В общем, думаю, вам информации было достаточно. Я больше не знаю. Так что на этом мы с вами прощаемся. И, надеюсь, до скорых встреч. Не уверен, конечно, но будем ждать. До свидания.